Не верьте никому, ничьим словам не верьте, ничьим слезам не верьте, ни славе, ни хуле. Константин Просеков исполняет авторские песни уже больше 30 лет. Сегодня приехал на фестиваль «Рыжая осень» в Паревской из Челябинска. Говорит, что без таких вот встреч с коллегами уже не представляет своей жизни. Началось с того, что когда-то в свое время, в далеких 70-х, я работал, ну как работал, у меня был свой ансамбль вокально-инструментальный, нехватка репертуара. И тут столкнулся с авторской песней и понял, что это вообще такое море, что за всю жизнь не перелопатить. Сегодня Константин и сам пишет песни, записывает диски и участвует в фестивалях авторской песни. Говорит, что спустя 30 лет хобби превратилось в жизнь. И таких людей, которые идут по жизни с гитарой, сегодня в этом зале большинство. Светлана Беляева пришла на фестиваль в качестве зрителя. Любовь к музыке в ее семье воспитывалась с детства. Мама музыкант, дедушка играет на гармошке. Сама Света сегодня студентка консерватории имени Чайковского. А еще совсем недавно участница ансамбля детской музыкальной школы «Школьные друзья». Раньше в составе «Школьных друзей» играла на флейте и пела. Сейчас пришла на них посмотреть. Интересно. Среди зрителей фестиваля можно встретить и тех, кто пришел не только поддержать старых друзей, но и, как говорит Елена Киселева, отдохнуть душой. Потребность души услышать красивые песни, музыку, посмотреть на гостей фестиваля. Потому что я прихожу сюда третий год уже. Мне очень нравится. Среди сегодняшних участников фестиваля есть и те, кто выходит на эту сцену ежегодно. Наталья Казанцева выступает как дуэтом с Дмитрием Бахтияровым, так и руководителем и организатором фестиваля, так и со своим ансамблем, репертуар которого меняется год от года. Мы растем и песни вместе с нами растут. То есть я смотрю, как ребята, какие у них интересы, что им нравится. В общем, я в подборе репертуара учитываю интересы ребят. И вот в этом я отталкиваюсь в своей работе. В основном от их интереса, от концертов нет, не зависит. Ну и потом уже, конечно, подбираешь по тематике концерта песни. Дмитрий Бахтияров знаком поклонникам авторской песни уже много лет. Поддержать любимого исполнителя пришли сегодня и одноклассники Барда. Марина Якимова говорит, что Дмитрий со школьной скамьи был душой компании. Это очень весело, потому что это люди интеллигентные, думающие и неравнодушные. За пару минут до своего выступления Дмитрий Бахтияров вспоминает, как впервые написал стихотворение, которое стало впоследствии основой первой песни. Дата будущей на сессии, готовился к высшей математике. И вот вдруг, когда уже одно полушарие перегрузилось, второе заработало, и появились стихи. Посмотрел, посмотрел на следующий день, вроде бы ничего, нормально. Вот, потом пошли дальше стихи, и так вот появилось. Стихи, потом песни. Сегодняшний фестиваль для исполнителей и зрителей концерта стал настоящим праздником старых добрых друзей. Ксения Балденкова, Ольга Фролова, Александр Плещук. Новости нашего города.